Привет, ребята, кто смотрит это видео. Оно даже очень интересное. Простите меня, ребята, я не сдержалась и стала годкой. Конечно, простите меня. А все потому, что новая коллекция Beauty Bomb вынудила меня сменить стиль. Знаете, сегодня я решила сделать такой лайтовый выпуск бьюти-спойлеров. Бьюти-спойлеры это такие видео, где я делаю вам обзор на просто картинки, показываю вам картинки и все. Мы просто с вами узнаем, кто будет амбассадором зимней коллекции, мы просто с вами посмотрим на новинки из основной линейки Beauty Bomb, а также мы узнаем, что для нас готовит мистер Геф Моа и его бренд Небледная. О май гад! Кстати, меня зовут Наташа, Наташа 42, и это даже не мой психологический возраст. Подписывайтесь на мой канал, ставьте видео лайк, бейте в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски бьюти-спойлеров, и чтобы не пропустить вообще-то обзоры на Beauty Bomb и не только. Жду вас у себя на канале, а то что вы как не родные-то смотрите без подписки? Начнем, пожалуй, с самого ближайшего запуска. Это бренд кистей Небледная. Как я уже и говорила, это бренд визажиста и блогера Геворга. Нас с вами ждет торжественное возвращение зеленой лимитированной коллекции уже в октябре. Я думаю, что к Хэллоуину он готовит для нас новые зеленые кисти. И посмотрите на это фото. Мне кажется, Эль Ворс поменялся, теперь Ворс черный. Ну вот это прям настоящая годка, настоящая токсик. Но вы же хотите узнать, какие еще кисти готовит для нас Геворг уже зимой? Возможно, они выйдут чуть позже, конечно, в 23-м году. Кофейная коллекция для тех, кто любит нюд, классическая и не хочет экспериментировать со всякими вот этими вот неоновыми цветами у себя в косметичке. Ну или просто работающий визажист, который тоже работает с какими-нибудь люксовыми клиентами. Короче, кофейные кисти. Выглядит очень прикольно. Ну, как я понимаю, формы останутся те же, просто ручки будут в новых оттенках. А еще, посмотрите, цвет Тиффани. Вот это прям интересно. Мне кажется, это точно что-то вот новогоднее, зимнее. Мне кажется, это будет очень трендовый цвет в 23-м году. Видео, в котором Геворг показывает, значит, сливает, как он там придумывает свои кисти. Кисти появятся в новом Ворсе. Дуофибра такая серая, желтая в классической линейке. Также он говорит, что опять он будет делать кисти для стрелок, но уже какой-то интересной формы специально для новейшего века. Ну, короче, любопытно. Мне как раз не хватает у Геворга, наверное, каких-то кистей для графики. Хотелось бы что-то вообще супер тонкое, как будто эта кисть была бы вообще для, не знаю, для ногтей, знаете. Вот такие прям супер тонкие, чтобы рисовать вот какую-то прям такую графику, прям сложную. Кисти это, конечно, круто, но это мы уже видели. А что нам готовит Геворг в плане косметики? Во-первых, у Геворга выйдет два продукта. Один из них это вот такие компактные румяна. Что-то мне подсказывает, что это опять будут кремовые такие румяна, которые будут так таять. Вы как в бальзамчиках будете наносить там на щечки, на губы, может там на глаза. Может быть, это будет опять какой-то тинт проявляющийся, как у него был лип блашер в коллаборации с Organic Kitchen. Помянем. Вот, только это будет уже чисто его бренд. Все под контролем нашей с вами главной по кисточкам. Дизайн, блин, просто супер. Граффити, все такое модное, молодежное. Мне очень нравится. Мне кажется, что упаковка тоже должна быть какая-то желтая, яркая, насыщенная. Чик Стайлер называется. А второй продукт уже выйдет в серо-розовой упаковке. И тут написано лип драйвер или мне кажется, или я в глаза долблюсь. Не знаю, напишите в комментариях, что здесь в граффити вы увидели. Потому что на румянах было отчетливо написано типа блажь и чик стайлер. А тут... Ну, а, кстати, румяна кремовые будут. Вот видите, там написано крем блажь. А второй продукт, судя по вытянутой упаковке и губам нарисованным, это, я так понимаю, будет масло для губ, про которое мы с вами говорили в предыдущем, по-моему, выпуске бьюти-спойлеров или до него, который был. Короче, давно мы с вами уже знали, что у Георга готовится косметика. Косметика планировалась к выходу уже в начале сентября. Но, видимо, все сдвигается на октябрь. А может быть и на Хэллоуин. Но, надеюсь, что уже в октябре мы с вами увидим уже в начале октября новиночки от Георга. Найс! Конечно, я понимаю, ради чего мы тут с вами собрались. Это новинки от Бьюти Бомб. Но, прежде всего, мне хотелось вам рассказать, что вообще готовится новинкого сейчас у них, что они сейчас выпускают и какие были проблемы с выходом коллекции, которая называется The Cooking Show, которую я, кстати, уже обозревала. Посмотрите, если вы еще вдруг не смотрели мой обзор. Я там сделала целых три макияжа абсолютно разных, абсолютно не похожих друг на друга. Обозревала просто всю коллекцию целиком, ну что прислали. Потому что в этой коллекции планировался еще праймер, про который мы тоже говорили уже в бьюти-спойлерах. И маски для губ, которые вообще-то даже были на фото с Наталиной. Но, ребята, они не вышли в момент выхода коллекции, они не вышли в пиар-рассылках. Это, короче, очень странно. И я так понимаю, это решили тогда уж оставить отдельно. Все-таки эти маски для губ, они выполнены в стиле баночек с вареньем или баночек с медом. То есть это, в принципе, вписывается в коллекцию The Cooking Show. И также праймер, праймер Marshmallow. И, кстати, зефирный праймер тоже уже был в бренде NYX. И он там наделал просто какого-то нереального шуму в ТикТоке в то время, когда он вышел. Но, видимо, бьюти-бом пришли такие, так, нам тоже надо. В общем, короче, вышел тоже Marshmallow праймер. По-моему, выглядит точно так же, как у NYX. И я не удивлюсь, если он вообще по своим свойствам, по запаху и по всему остальному точь-в-точь, как у NYX. Очень странно, что они не вышли сразу. И я связалась с представителями бренда, и они мне ответили, так уж получилось, не фартануло, как говорится, и эти продукты выйдут через месяц. Но я связывалась где-то в конце августа, в начале сентября. Поэтому как раз, наверное, к октябрю или в конце сентября уже эти продукты можно будет с вами увидеть на полочках в магнитах. Или, возможно, их можно уже купить онлайн, например, на Сбер Мегамаркете. Это не реклама, но я просто узнала, что бьюти-бом теперь продаются официально на Вайлберис. Только проверяйте обязательно, чтобы официальный был продавец бьюти-бом, именно бьюти-бом, не кто-то другой, не какой-то ИП. Также они давно продаются уже на Озон, и они вот вышли еще на Сбер Мегамаркете, и там можно купить новинки. И даже такие новинки, которых еще нет в магнит-косметик. Представляете, ребята? Об этом мы с вами говорили аж в апреле. Что же вышло? Те самые бальзамы, про которые мы с вами говорили уже в апреле. Бла-бла-баум. Название, конечно... Короче, это классические бальзамы для губ в пуле, просто в разных ароматах. Оттенков у них нет, это просто увлажняющая такая гигиеничка. Они войдут в основную линейку бьюти-бом, поэтому это мы с вами будем видеть в постоянной коллекции. Это не какая-то лимитка, это не какая-то отдельная коллекция. Вообще у них оформление какое-то летнее, поэтому я искренне удивилась, почему они выходят только сейчас. Мне кажется, было бы логичнее, если бы они вышли летом. Потому что нам с вами вернут блески для губ из коллекции Плаш и Гэн, которая тоже выходила летом. И у них тоже такое оформление летнее с таким шрифтом, типа тачку на прокачку. У меня, кстати, тоже был обзор и даже не один на коллекцию Плаш и Гэн. Так что посмотрите, не пожалеете. То есть нам вернут эти блески. Немного другой розовый оттенок появится у этих блесков, такой более малиновый. И также новый оттенок голубой. И карандаши для бровей тоже будут в постоянной линейке, такие фиолетовые, которые похожи на бренд Косос из американской Сифоры. А еще помимо карандашей для бровей, выйдет еще мыло для бровей тоже в постоянной коллекции. Вот посмотрите, реально, вы чувствуете, что у всех этих продуктов какое-то летнее оформление. Такое ощущение, что это должно было выйти летом. Но как обычно, все немножко сместилось, все немножко опоздало. И вышло только сейчас в сентябре. И я так понимаю, что коллекция с Наталиной тоже планировалась в сентябре. В итоге все перемешалось, все пошло не так, как обычно, все клубнично. Но, в общем, Beach Browse в таком дизайне типа бассейн тоже можно будет купить теперь на постоянной основе. Я ненавижу это мыло для бровей, честно. Я вообще не пользуюсь мылом для бровей. И, ну, для меня это вообще максимально мимо. Каждый раз, когда выходит вообще мыло для бровей, у любого бренда, неважно, Beauty Bomb или еще кто-то, просто я такая... Спасибо, но нет. Ну, это я, это я. А может быть, вам-то понравится, может быть, вы-то пользуетесь. Поэтому, в целом, обратите свое внимание на Sperm Megamarket. Это, повторюсь, не реклама, к сожалению. И также можете просто ждать, когда это все появится в магните, потому что по-любому появится. Это как было в прошлом году с новыми палетками, которые выходили. Помните, там была вампиров, эреганста. Вот это вот все, на них у меня тоже есть обзоры на каждую из палеток. Тоже welcome, как говорится. Посмотрите, не поленитесь. Очень классные обзоры с очень классными разными образами. О май гад! А какие еще продукты будет менять Beauty Bomb в постоянной линейке? Держитесь за поручни, наш час настал. Новые карандаши для губ. Ура, побега! Просто мы дождались, это просто наша с вами остановочка. Подумала я, но не все так просто. Вы уже должны, да, как-то в голове понимать, что старые карандаши, которые для губ у них есть, они больше не будут продаваться и будут на их месте новые. В их постоянной линейке были карандаши Sexy Lips. В принципе, они прикольные, нормальные, но они слишком твердые для некоторых, и для меня в том числе. Поэтому я ими не особо пользовалась, и они, может быть, не пользовались таким спросом. В целом форма уж такая устаревшая, такие деревянные карандаши, которые царапают губы, которые вообще не стойкие. Мне такие не очень нравятся. Поэтому я очень-очень сильно ждала карандаши Best Friends Forever, точнее, их реинкарнацию какую-то, потому что это были самые топовые карандаши, это очень стойкие карандаши. И когда я узнала, что Beauty Bomb выпускают снова карандаши, я такая, о май гад, боже мой, неужели? Неужели это будут те самые классные карандаши, ну или хотя бы наподобие их? Ребята, просто нам заменят Sexy Lips на Sexy Lips 2.0. Это будут такие же толстые карандаши, потому что они не в стандартной такой тонкой деревянной упаковке, ну точнее, как сказать, не в тонком дереве, короче, а в толстом. И нужна специальная такая толстая точилка для них. Короче, будут те же самые толстые карандаши с Sexy Lips, только в новом дизайне, типа и чё? Ну, вроде как там формула поменяется. Давайте же посмотрим на вот эти съемочки, которые были для основной коллекции. И почему я говорю, что она мрачная, выйдет к Хэллоуину, потому что просто посмотрите на эти макияжи. Вот тут, в принципе, модель как раз нам демонстрирует такие губы, которые были выполнены карандашом, одним из новых карандашей. И вот такой вот макияж, похоже, как будто сделанный палеткой вампирой. Ну, короче, такой вайб, вы поняли, 100% это к Хэллоуину фоточки готовятся. Давайте же посмотрим на сводчик карандашей. Спасибо большое визажисту Алине, что бы мы без нее делали, потому что мы с вами узнали, что будут новые карандаши у Beauty Bomb. Ну вот мне кажется, что это те же самые Sexy Lips, просто в новой упаковке. И они будут называться Alt Lolita. Это такой стиль, можно сказать, около готишный такой, плюс лолита стиль, который очень популярен в Азии. Куколка готишная, мрачная и такая вот вся рокерша. Выглядит достаточно плотно, живенько, так масляно. В принципе, нам обещают такую более увлажняющую формулу, нежели была в прошлый раз. То есть, есть шанс, что они не будут царапать губы и не будут сухими, как предыдущая их версия. То есть, уже доработали. Типа, блин, ну, Best Friends Forever, как бы. Best Friends Forever, ну реально. Просто Forever in my heart. Let me speak from my heart. Короче, вот такая вот мрачная новиночка будет в основной линейке. Вы представляете, насколько это не совсем вяжется, в принципе, с оформлением Beauty Bomb. При этом выходят в основной линейке такие летние новинки, яркие и неоновые. Ну, короче, это выглядит странно. Типа, опять какая-то мешанина из всего подряд. Вы уж определитесь, Beauty Bomb. Кто вы? Готки или колготки? И вот опять какая-то очередная новинка в постоянную линейку, которая абсолютно не вписывается в концепт чего-то мрачного и хэллоуиновского. И вообще, упаковка мне напомнила коллекцию Харадзюку, которая была с Марьяной Ро. Тоже классная коллекция. Тушь в зеленой упаковке, но на самом деле это черная тушь. Она с коноплей, но не бойтесь. Она просто, скорее всего, с конопляным маслом, в общем, с какими-то компонентами такими ухаживающими. Вообще, Beauty Bomb реально очень классные туши в постоянной коллекции. Не понимаю, зачем их менять, но я надеюсь, что, несмотря на то, что их поменяют, все равно они останутся классными. Потому что мне реально нравятся их туши в постоянной коллекции. Следующий слайд! Ну, еще немного кадров со съемок. Посмотрите, здесь вокруг подушки, кстати, отчетливо видны вот эти баночки, маски для губ. Будет желтая и малиновая. Также здесь видны новые блески, точнее, старые из коллекции Plush & Gang, которые перевыпустили. Также видны бальзамы для губ, мыло для бровей, кисть из коллекции кулинарной. И, по-моему, туши как будто в разных упаковках. То есть, как будто бы нам заменят сразу несколько тушей. Ну, оно и логично, потому что у Beauty Bomb, по-моему, 4 туши в постоянной линейке или 5, я не помню. Короче, там несколько тушей, и вот их всех заменят, и будут просто разноцветные упаковочки. То есть, такое ощущение, что вот там вот все такое лежит. И какая-то еще штучка, кстати, непонятная. То ли хайлайтер, то ли пудра. Короче, что-то новенькое, о чем мы еще с вами не знаем. Но уже можем делать догадки. Пишите в комментариях, как вы думаете, что это. Может быть, вы даже уже знаете, что это. I don't know. Может быть, это что-то уже из имеющегося, из постоянной коллекции. То есть, у них курсы отбить. Ну и, как я уже говорила, у нас с вами мрачные не только новинки в постоянной коллекции. У нас еще будет с вами мрачная лимитированная коллекция этой зимой. Я в предыдущих бьюти-спойлерах сделала вам такую небольшую затравочку. И говорила, что там Геворг что-то смотрит такое. На какой-то съемке он участвует, значит, в стиле 2007. Видимо, вот такой вот ерок немножко. И сентябрь горит. Хотя зимой, зимой будет гореть сентябрь, ребята. Осень у нас не закончится до зимы, видимо. И, короче, я там говорила, что походу амбассадором новым будет Дора. Потому что там была такая фотка, где была такая девочка маленькая с черными волосами. И она была одета в эмо-стиль. То есть, как раз-таки эмо-коллекция нас с вами ждет. И да, не спешите, пожалуйста, радоваться фанаты Доры. Потому что, похоже, амбассадором будет совсем не она. Да, я слышу ваш шок. Вы готовы узнать, кто будет новым амбассадором? Барабанная дробь. А может быть, это будет Лиса. А в имя Лисса, которая на ютубе, значит, у нас блогерша. Я думаю, что многие знают. Она уже довольно давно снимает на ютубе. И да. Я тут у нее увидела такой вот скриншот в ее телеграм-канале. Что она снималась для бренда. И сказала, что нельзя пока что никакие спойлеры показывать. Ну, уже по слову спойлеры я просто сразу понимаю, о чем идет речь. И Лиса, между прочим, вписывается в концепцию коллекции. Где все такое немножко альт, е-рок. Не знаю почему, но можете написать в комментариях, как вы бы смотрели вообще на амбассадора Лису. Потому что я вообще думала, почему Лиса до сих пор не была амбассадором Бьюти Бомб. Или Даша Граф, например. Ну, мне просто кажется, что они идеальные кандидатки. Ну, конечно, после меня. Но вы знаете, ладно, так уж и быть. Я вам скажу тайну такую, раскрою небольшую. Лиса тоже не амбассадор. Не Дора, не Лиса, не Марина Лакшес. Хотя, казалось бы, мрачная коллекция. Мне кажется, кто может быть еще более идеальным кандидатом? Почему бы и не Марина Лакшес? Но нет. У вас есть буквально пара мгновений, чтобы догадаться, кто будет амбассадором в новой коллекции в зимней, которая будет посвящена Эмо. Видите, тут типа Эмочка. Может быть, кстати, коллекция будет называться Эмочка. Я вообще не удивлюсь, потому что после названия коллекции Бьюти Дача меня уже ничто не удивит. Да, трэш. Просто нам тут Бьюти Бомб немножко спойлернули. Видите, тут просто написано Эмочка и внизу такой маленький-маленький продуктик, про который мы с вами поговорим. Короче, это будет масло для губ, которое будет называться Бэнк Бэнк. По нему понятно, что все такое мрачное. Давно мы с вами ждали мрачную коллекцию от Бьюти Бомб со времен коллекции Скором Бэйби. Ладно, пока вы думаете, кто амбассадор, я вам пока что все-таки покажу это масло. Ладно, что не могу я удержаться, потому что уж больно, оно прикольное. Потому что внутри него будут плавать черепа. Представляете, настоящие. Ну, в смысле, нет, они не настоящие. Это просто очень круто. Это будет масло с роликом, в котором будет плавать такой вот череп. Повторюсь, название Бэнк Бэнк. И это похожие масла, я думаю, будут примерно такие же даже, как в коллекции Плаш и Гэн. Интересно, как будет пахнуть новая коллекция с Эмма. Потому что мне очень понравилась отдушка во всех продуктах в коллекции The Cooking Show. Но не знаю, что можно придумать в Эмма коллекции. Ну, скорее всего, опять какая-нибудь там виноградина, клубничка, грейпсода и вот это вот все. Тут нам немножечко тоже проспойлерили новинки. Я думаю, что это как раз тоже зимние новинки. Какие-то коробочки, какие-то тесты. И там лежит просто огромная гора помад или блесков для губ. И упаковка уж очень похожа на помады от Fenty Beauty. Опять Beauty Bomb косплеит Fenty. Я уже не могу, уже хватит нам импортозамещать Fenty. Хотя, нет, не хватит. Сифора же закрылась. Вот, да, это будут идеальные нюдовые блески. И походу какие-то розовые карандаши. Ну, короче, черная, розовая и нюдовая. Ждем этой зимой. Ура! 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 Ну, все. Ну что, вы уже определились с выбором амбассадора? Все, последний-последний шанс. Потому что, вот смотрите, уже ноготочки тут подготавливают к съемкам. Будут накладные ногти в новой коллекции. Ну, это, кстати, прикольно. Я сама, как видите, сняла уже давно гель-лак. Мне кажется, я уже скоро год как буду ходить без гель-лака. О, боже мой. И меня, в принципе, это устраивает. Я начала покупать обычные лаки или клеить накладные ногти. Действительно, это прикольно, потому что вы не травмируете свои ногти. И если вам нужно чисто для фото или для вечеринки, как раз наклеил и пошел. У Beauty Bomb уже выходили как-то накладные ногти. По-моему, в коллекции Miss Fairy Tail больше вроде не было. И вот как раз опять зимняя коллекция. И опять нам предлагают, наверное, на вечеринку к Новому году быть немножко такими рокершами, эмочками. И у нас будут накладные ногти. В целом, дизайн приятный, прикольный. Мне такой нравятся шашечки. И вроде как ногти матовые, кстати. Все, короче, сейчас я вам покажу амбассадора. О, боже мой, я волнуюсь, потому что вы точно не ожидали этого. Потому что даже я не ожидала. А уж если я не ожидала, то никто не ожидал. Короче, как обычно, все клубнично. Мы просто в шоке от того, какой выбор делает Beauty Bomb порой. По этой фотографии, возможно, многие догадались, что это за амбассадор. Но если вы еще не догадались, потому что, возможно, вам вообще ничего не говорит это фото, потому что здесь все-таки пол лица не видно. То давайте обсудим блески для губ в упаковке, как у Fenty Beauty. Упаковка красивая, честно признаюсь. Мне что у Fenty нравится, что вот это прикольно с градиентом. Мне очень нравится. Упаковка прям классная. Надеюсь, что аппликатор будет нормальный. Но судя по этому аппликатору, он опять будет очень мизерный. Ну просто у меня даже губы не увеличены, а тут у девочки явно сделано увеличение. И вот такой рот прокрасить, прости господи, нужно 500 раз этот аппликатор вытащить и нанести. И это, короче, очень неудобно. Вот эти аппликаторы прям не люблю. Еще интересно, посмотрите, какие у нее аксессуары. Мне кажется, что у нас либо опять вот какие-нибудь штучки для волос, вот в виде вот этих вот медведей, в виде лезвий, каких-то штук. Вот мне так кажется, какие-то цепочки у нее в косички вставлены. Может быть, опять выйдут розовые пряди для волос, кстати, которые выходили в коллекции тоже с Карамбэйби, кстати. Может быть, но это не точно. Это, скорее всего, вряд ли, в категорию вряд ли. Это вот такие вот кольца на пальце, потому что тоже какие-то вот они прям прикольные. Но я не исключаю, что это просто какой-то стилист на съемку принес. И на самом деле нас с вами ждут какие-то вот такие опять колечки в волосы, мишки, гамми, лезвия. Может быть, какое-нибудь жерелье, но это тоже вряд ли. Но аксессуары бьюти-бомб делают классные. Вот у меня сейчас у самой вот это вот все бьюти-бомб. Вот это вот кафы, вот эти, это тоже бьюти-бомб. Этот, по-моему, из последней коллекции, этот из Карамбэйби. Этот тоже из последней коллекции с пряней. Очень прикольные, мне нравятся реально. Ну и, как я говорила, накладные ногти тоже на этом амбассадоре мы с вами видим. Так вот, переходим к тем, кто не понял, кто это, потому что я вас прекрасно понимаю, невозможно всех блогеров знать. Особенно, наверное, когда дело касается тиктокеров. Короче, это блогер-тиктокер Тендерлибай, Амина Тендерлибай или Тендерлибае. До сих пор не могу понять, как произносится этот ник. В общем, Амина, она блогерша-тиктокерша. И она новый амбассадор зимней коллекции Эмочка. Такое предположительное название, потому что я до конца все еще не понимаю, как эта коллекция будет называться. Но точно не Альтгерл, потому что Альтгерл это просто название карандашей, которые выйдут в постоянную линейку. Но они, кстати, очень подходят под коллекцию зимнюю, вот эту связанную с Эмма. Вот такой вот у нее глазик интересный, с черной подводкой. Походу, опять будет черная подводка, что ли. С другой стороны, ну какое Эмма без черной подводки, да? Вообще, черный каял должен быть просто 100%. Розовый каял должен быть 100%. Потому что, ну какое Эмма без розового и черного, особенно черный каял. Вот когда я была Эмма, и это было, извините меня, сколько лет назад, я не буду говорить сколько. Короче, я красила прям черным себе и слизистую, и вокруг глаза просто обводила. Причем я реально слизистую начала красить в 12 лет, когда я была Эммочкой. Настоящей Эммочкой. Белая слизистая, интересно, интересно, любопытно. Но в целом макияж максимально нюдовый. И вообще, у Амина чаще всего макияж какой-то, знаете, без макияжа. И в целом у нее как будто даже тонального нет на лице. Она вообще супер минимально красится. Максимум там какие-нибудь стрелочки. Реснички нарастит, какой-нибудь блеск для губ и все. Ну то есть, она вообще особо даже не красится. И поэтому, я говорю, для меня максимально странным был выбор такого амбассадора. К такой коллекции мрачной. Ладно, это мои просто предъявы. Окей, это я просто тут выпендриваюсь, потому что не меня позвали. Ну ладно. Ладно, на самом деле не про меня речь. Реально, я просто вам сказала тех людей, которых, я считаю, можно было бы позвать. И они выглядели бы органичнее. Ну на худой конец опять Карину Карамбэйби позвать. Ну серьезно, ну это вообще какой-то бред. Ну вот такая еще фоточка у нас есть. Но в целом тут особо ничего нового. Я говорю, скорее всего, наверное, опять мы с вами увидим розовые пряди. Черно-белый нюдовый макияж. Чего мы хотим? Чего мы тут обсуждаем? Тут даже обсуждать нечего. Нюдовые губы, черно-белые глаза. Скучно. Я как-то даже подрастроилась, ребята, если честно. У меня какой-то послевкусие осталось... Пятикратно переваренный кал. Неприятное. Но я вас просто так, конечно же, не оставлю. Как обычно, у меня для вас слишком много всего припасено. И мы с вами даже затронем сегодня последующие запуски Beauty Bomb, которые, скорее всего, выйдут только в следующем году летом. Прям летние запуски, да. А может быть и весенние. Но вообще коллекция готовится за год. Я делаю вывод, что раз эти вопросы задавались этим летом, скорее всего, это будет летняя коллекция следующего года. Ну, а может быть и постоянная. Потому что Beauty Bomb нас тут спросили в паблике у них в Телеграм-канале. Хотим ли мы вообще от них дезодоранты или антиперспиранты? В общем, кто чем пользуется? И с каким ароматом мы хотим дезодоранты? Как видите, мнения разделились 50 на 50, но я не знаю, что в итоге там победило. Короче, это не важно. Важно то, что Beauty Bomb в принципе хотят выпустить вот такую неожиданную новинку. И вы знаете, это прикольно, потому что вот в таких подростковых брендах, в бюджетных, я что-то не видела вообще такого. Особенно, если будет какое-нибудь красивое оформление, красивый аромат. То это прикольная задумка, вот. А так в целом пофиг вообще. Ну, это не что-то интересное, это просто неожиданно и любопытно для бренда декоративной косметики. Это может даже войти и в постоянную линейку, потому что, ну, дезодоранты нужны всегда, постоянно. А им нужно что-то постоянно продавать. Короче, какой-то такой продукт, который будут покупать регулярно. А еще, походу, нас с вами ждут подводки-лайнеры. Это подводки в маркере. Следующим летом в оттенках либо оранжевым, либо голубом. Я проголосовала за голубой, потому что оранжевый как-то на глазах, ну, не очень смотрится. А еще оранжевый сложно сделать, потому что он такой немножко полупрозрачный. И он будет сливаться с оттенком кожи. Ну, если, конечно, это не какой-то супер неоновый оранжевый, который прям супер яркий и будет светиться в неоне. Может быть, это будут именно такие подводки-лайнеры. Но я, короче, проголосовала за голубой. Посмотрим, что в итоге у нас выйдет. Но точно будут подводки-лайнеры. Так что уже записывайте, что вы хотите купить следующим летом. И по ходу начинаем уже копить деньги, потому что, ребята, ну, коллекции дорожают. Просто с каждым днем, с каждой коллекцией все дороже и дороже. Так что уже можно прицениваться, уже можно писать, составлять себе список покупочек. И выйдут также тканевые маски. Ну, мне кажется, тканевые маски у них, в принципе, в постоянной линейке тоже есть. У них будет дизайн. Ну, это вообще как-то странно, когда у тебя на лице просто куча грибов. Или куча каких-то... Что это вообще такое? Или куча каких-то красных смайликов, которые, честно говоря, похожи на прыщи. Вообще, какие-то дизайны у них стрёмные. Если вот прям так же будет выглядеть, то это максимально стрёмно. Бейте бомба, пожалуйста, не делайте так. Это выглядит ужасно. Но грибы еще куда не шло, потому что они такие, типа, коттедж-кор, что-то в этом духе. Типа, лесная фея, лесная болотная жаба. А вот красные вот эти смайлики, они похожи на прыщи, реально. Это прям выглядит отталкивающе. В общем, вот такие новинки у нас с вами ждут в следующем году. Конечно, самое интересное, это, пожалуй, новинки, которые выйдут уже вот-вот. Напишите в комментариях, вам еще нравится мрачная косметика, такие мрачные коллекции у бьютьюбом. Или же вы на стороне таких розовых, милых, нежных барби. В принципе, то, что сейчас вышло в осенней коллекции. Или когда выходила вот плюшевая коллекция. Что-то такое милое, нежное, пастельное. Напишите в комментариях, мне будет интересно узнать, у кого какие вкусы. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Очень сильно люблю вас, ребята. Подписывайтесь на канал, не пропустите следующие видео, обзоры. Также подписывайтесь на мой телеграм, потому что я там тоже всякие бьюти-спойлеры выкладываю. И не только. Делюсь там всяким полезным контентом. И вообще мы там классно, весело проводим время. Делимся, что у нас там вообще в жизни происходит. И если вы хотите поддержать эти выпуски бьюти-спойлеров рублем, то можете подписаться на меня на Boosty. Я буду очень рада, потому что все-таки как бы такой контент я делаю на чистом энтузиазме. Просто потому что это уникальная рубрика, которую я однажды придумала. И, как мне кажется, это реально что-то классное. Что-то новое на ютубе. Чего нет и не будет, потому что это вообще-то я придумала. А кто берет эту рубрику и выдает ее за свою... Ладно, я молчу, я же знаю, что я тут самое главное. Люблю вас, ребята, и пока-пока. Блин, я надеюсь, что эта серьга не прякала тут все видео, потому что, скорее всего, так и было. Но уж больно, она красивая и красиво сияет, и переливается. Привыкайте, теперь Наташа 42 вот такая вот. Всего лишь-то в апреле мы узнали то, что вышло только сейчас, в сентябре. Да, вот просто картинки как бы, если что. В общем, ее зовут Амина. Опять же, если я не ошибаюсь. Сейчас я вот всех переназову, и будет какая-нибудь хрень. Е-рок, как говорится.